И снова пятница, снова здравствуйте, привет зрители, привет рыбаки-любители. Итак, сходил в декатлон за хлебушком. Сходил в декатлон за хлебушком. И давайте посмотрим, чего разбор покупок. Так, кроме декатлона я заскочил еще в один наш рыбацкий магазин. Давайте сначала так, то, что с рыбацкого магазина, что купил. Обзор покупок для рыбалки. Обзор покупок для рыбалки. Так, что у меня тут? Выпадай. И поехали. Первым, так это чек, можно выбросить в сторону. Вот эти я взял только для того, чтобы показать вам, что вот такая вот штучка у нас в магазине. Одна стоит очень дорого. Надо брать на Алиэкспресс. Они дешевле намного. Это у нас идет для бомбеты. Вот эти. Я обычно такие беру. Я уже показывал видео. Я беру на Алиэкспресс. Зачем взял в магазине? ХЗ. Знаете, такое ХЗ? Я вот пришел в магазин, посмотрел, купил. А зачем? Не знаю. Потому что есть такие же с Алиэкспресс. Но взял для того, чтобы показать, что вот это в магазине стоит в 3, а то и в 4, а то и в 5 раз дороже, чем на Алиэкспресс. А силикон тот же самый. Силикон тот же самый. Может быть, даже сейчас минуточку поставлю на паузу. Пойду достану то, что было с Алиэкспресс. Итак, сходил в ящик, где у меня лежат силиконки. Посмотреть. Вот, смотрите. Вот это все дешевле в разы, если брать на Алиэкспресс. Вот это все. Вот это все. Эти у нас идут с крючками. Вот эти идут с крючками. Вон видно. Крючки. С крючками. Эти же идут просто как силиконки, без крючков. То есть, сюда нужно будет ставить крючок. Ну, в принципе, вот такая вот штучка. Размеры разные. Но, в принципе, все понятно. Так. Это обратно. Вот эти силиконки. Простые для морской рыбалки. Выгоднее брать на Алиэкспресс. Однозначно выгоднее брать на Алиэкспресс. Как это работает. Вяжется бомбета. Бомбарда, бомбета, у кого как называется. Вот так вот и забрасывается. Если кому-то интересно, как готовить вот такую снасть для морской рыбалки, могу показать. Бомбета должна бегать по шнуру. Специально для этого есть вот такие трубочки. Продевается шнур. Здесь вяжется свивель. И потом где-то метр поводка. Шок-лидер. Для вот этой приманочки. Потому что у этой приманки веса практически нет. А бомбета должна быть где-то грамм 10-15. Не больше. Для вот этих вот силиконок бомбета не должна быть больше, чем 15 грамм. Так, поэтому я и взял 4 бомбеты. Хотя они на Алиэкспресс я проверяю. Прежде чем я что-то покупаю, я проверяю. Но иногда бывает проверяю, не проверяю, а покупаю в магазине. Хотя знаю, что оно немножко дороже. Вот. Тоже для изучения рынка, цен. И все-таки я еще раз подчеркиваю, есть вещи, которые можно на Алиэкспресс брать. А есть вещи, которые, например, вот эта бомбарда, бомбета, она как стоит в магазине, так она стоит на Алиэкспресс. Поэтому мне от этого сильно выгодно-невыгодно. И вот такие вот тоже поплавочки, грузики. Сюда вяжется леска, но этот мертвый. И сюда вяжется уже поводок с крючком. Или два крючка. Можно и три повесить. Кому сколько надо. Это вот эти поплавки. Груз поплавок, который позволяет бросить далеко приманку с крючком. А вот эти поплавочки, это просто стандартные поплавки, которые все, всем известны, все знают. Так, все, это все сейчас убираю. И давайте посмотрим все-таки, что я накупил в декатлоне. Итак, поехали. Разбор покупок с декатлоном. Декатлон, декатлон. Поехали. Во-первых, про сам декатлон хочу отрекомендовать, потому что товары для рыбалки довольно-таки качественные. Иногда некоторые вещи, которые я покупаю, намного качественнее даже, чем какие-то другие вещи в других магазинах. Во-первых, взял себе вот такие вот две панамки. Две панамки. 62 размер. Две панамки. Сколько одна панамка стоила? Уже не помню. Не важно. Цены не будем смотреть. Будем смотреть на товары. На товары, что покупаем. Вот такая вот панамка для серфинга. Я ее обычно использую. Ну и на рыбалку тоже будем ходить. Купил сразу две. Две панамки. Одна зеленая, одна синяя. Это даже больше на рыбалку пойдет, чем для серфинга. Потому что, когда катаешься на серфинге, мне нужна вот тут вот. Есть панама с шнурком. Потому что иногда сдувает ветром, теряешь панамку и уже не одна панамка у меня утонула. Так, тут у меня размер 60-й, а это 62-й. Хотя померил. И этот, и этот мне подошли хорошо. Так, две панамки. И пошли рыба-цацки. Пилькеры. Пилькеры. Сколько тут? 40 грамм. Хоть мой любимый размер это 30, но 40-граммовый тоже используем. Так, пилькер. Что тут еще? Вот такие вот джек-головки. Так, сходил за хлебушком. Сходил за хлебушком. Еще раз говорю, в Декатлоне есть много интересных вещей. И полезных, и хороших. Вот это фирма Каперлан, которая выпускает всякие приманки. Так, что у нас тут? Еще один пилькер. Насколько на 40 грамм? Так, это в сторону пока. Еще один ваблерок. Каперлан. Так, что у нас тут? Это для кальмара. Мои любимые кальмаровые приманочки. Так, что еще? Тоже для кальмара. Шримпс Луре для кальмара. Ваблерок. Ваблерок. Так, что это? А, сторону. Так, что у нас тут еще? Вот такой вот ваблерок поменьше для кальмара. Это у меня 2,5 размер. Вот, 2,5 размер. А это у нас 3,5 размер. 3,5 размер. В основном я пользуюсь для кальмара 2,5. 3, не больше. Это 3,5 один взял. Попробовать. Очень тяжелая приманка. Яркие. Так, что еще у нас тут интересненького? Сходил за хлебушком. Еще одна для кальмара. Так, силиконки. Юбари. 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 Хорошая силиконовая приманка. Тоже проверено пользовался. Хорошая. Работает. Вот для вот этих вот. Где они там? Эти и вот эти. Вот для вот этих джигголовок. Этой и вот этой. Так, силиконки. Что у нас еще? Леска, леска, леска 0,20. Очень хорошая леска. У меня была тридцатка. Взял двадцатку еще. 0,30 я беру вот эта каперлановская леска 0,20, 0,30. И в то же время, когда я пробовал, у меня там другие лески, которые я брал в магазине 0,30, которые я свободно рву руками. Вот эту 0,30 режет, но не могу порвать. Режет руки, но не могу порвать. А другие рву. Хотя это немного, немного, чуть-чуть жестковато. Не такая эластичная, как те. Но в то же время, при одном и том же диаметре, при одном и том же тесте, тут на 3,5, 0,20, на 3,55 килограмма. И те же самые там, с теми же тестами, с теми же показателями. Почему-то эту я не могу порвать руками, а те рву руками. Поэтому советую каперлановская леска. Очень хорошая. Так, это у нас для кальмара. Тоже для кальмара. Тоже для кальмара. Пошли грузики. Грузики. Так, что у нас еще? Еще, еще, еще. Так, купил вот такую вот ветровку, накидку. Не накидка и не ветровка, а такой, знаете, как вам сказать. Не буду доставать. Короче, капюшон, рубашка с рукавами. Без молнии, без ничего. Для морской рыбалки. Если дует. Потому что просто в прошлый раз ходил, меня сильно продуло. Хоть и брал на себя там какую-то накидку, но все равно неудобно. А вот это более удобная накидочка. Как-нибудь покажу. И что у нас тут каперлановского еще? Свивелечки. 9 килограмм. Что у нас тут еще? Крючки для морской рыбалки. На сарагуса. На все повязанные уже. Вон видно, завязанные, готовые. Тоже недорого. 14 шах. Так, еще грузики. Еще крючочки для мелкой рыбы. Восьмой каперлан. Свивеля на 19 килограмм. И еще пару наборов. Для кефалии. И для телевизии. В общем, сходил за хлебушком. Теперь это все нужно обратно. Показал, что купил. На завтрак, на обед, на ужин. Складываю. Это все будет нужно разгрести по коробкам, по ящикам. Распределить. Разложить все правильно в своих органайзерах. И так далее. И потом на рыбалку. Показывайте свои запасы. Загашники. У кого что есть. Все. Пишите комментарии, отзывы. Спрашивайте, кому что интересно. По рыбалке. Декатлон. Рекомендую. Советую. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Редактор субтитров.